я им объясняю что я пришла к вам на двух ногах еще самостоятельно они сидят и плечиками прижимают вроде того что что такое я прямым текстом у них спросила почему вы не назначаете мне химиотерапию или лучевую где они мне говорят это вам не поможет потому что опухоль доброкачественная а химия лучевая это только для злокачественных опухолей ну все развернулась и пошла потому что ну смысла не было разговаривать а получается когда мы затратили всю вот эту сумму на уколы я написала в министерство социальных отношений челябинской области чтобы ну как то может быть что-то компенсировали где да мне вернули сумму денег и пригласили на видеоконференцию на видеосвязь с текслером но было число начало сентября я не смогла поехать потому что я была в больнице поехала вместо меня мама и где мама попросила грумам скажи ему обратись к нему чтобы взяли меня на контроль мое лечение чтобы ну вот меня не шпинялись больницы в больницу чтобы ну как то вот все по-человечески да и мама ему сказала прямым текстом возьмите пожалуйста на контроль проконтролируйте где он был в шоке что как бы как такое вообще происходит я не в курсе и была по-моему среда это и мне буквально может быть в пятницу или даже в понедельник не помню но мне быстро позвонили сказали что вас возьмут на лечение вам кто-то должен врачей позвонить и там вы договоритесь решите куда вы поедете чтобы вас чтобы вас вылечили хорошо получается мне звонит врач собнинска курильчик александр александрович говорит я с онкологии я горит возьму вас на лечение на операцию то есть он попросил у меня фотографии то есть что у меня там происходит с ногой попросил взять какие-то дополнительные анализы чтобы ну примерно понять что происходит когда я ему отправила фотографию мне перезвонит спрашивает и что я говорю это опухоль он говорит как так получилось огромную так вот он говорит хорошо то есть ну буквально там через две недели в конце сентября мы поехали с мамой в обниск на машине где мы приехали также сдавали анализы вот и получается 2 октября меня была операция то есть мне удалили большую берцовую кость малую берцовую кость поставили эндопротез и была замена кожи то есть там опухоль сильно там как говорится разрослась и кожа уже была скажем так не очень хорошая вот и после чего когда произошла операция у него спросила в итоге горит какая была опухоль он мне говорит опухоль была злокачественная то есть в октябре месяце опухоль была уже злокачественном критер я не знаю кто вам сказал что опухоль доброкачественно по ней ну видно было невооруженным глазом вот как он сказал такое ощущение что вы горит ко мне приехали из аула где про медицину просто никто не знает а никто не слышал ну вот так вот это же челябинск у нас областная больница вот ну больница там хорошие врачи хорошие все это все как положено вот и перед тем как меня отправлять в больнику домой на выписку он тоже сказал я горит боюсь запускать домой потому что вся наша работа может пойти просто на смарку горит идешь на перевязки звоните мне я горит говорю что делать и как чтобы ну горит все было под контролем то есть ты горит не теряешься звонишь мне по каждому поводу игру хорошо то есть доехали мы домой все нормально и будучи и мы когда уже возвращались домой а он сказал что я спросила какому врачу то мне дальше идти куда обращаться он горит ну так же идешь к онкологу хирургу то есть обычный врач чтобы тебя посмотрели игру хорошо звонил в онколог а я позвонила в министерство здравоохранения что так и так мне вот нужны перевязки мне нужен врач где она мне дала там номер телефона заведующей онкологии где я вот снова объясняю ситуацию что после операции что мне нужен осмотр мне нужны перевязки ежедневные скажем так где они мне снова сказали ну ваша была доброкачественная опухоль ну чем мы вам можем помочь но я могу вас только положить в больницу делать перевязки огонь не смысл лежать в больнице игр хотя там через день эти перевязки я что буду делать то как бы дома дети все и это как как я говорю к вам но в итоге договариваемся о том что меня принимают здесь в больнице по месту жительства здесь на каслинской 60 там принимает заведующий хирург мы к нему приехали мама тоже объяснила ситуацию как бы ну давайте как-то немножко поаккуратнее то есть прежде чем швы снять или обработку какую-то сделать надо звонить врачок где врач тоже сказал я звонить никому не буду у меня тоже там высшей квалификации я опытный врач и знаю что делать мама со слезами вроде вы понимаете что мы прошли такую путь что вот ну не дай бог что случится где он сказал не переживайте ваши дочери все будет хорошо то есть примерно раз в неделю я отправляла фотографии своему врачу в опнец то есть он смотрел как у меня проходит процесс заживления где он как бы был доволен что горит все хорошо все достаточно чисто и как бы все заживает вот онкология вызвала меня в ноябре месяце на пэт коте то есть узнать видимо как дальше там что-то осталось мне не осталось после операции где я приехала сделали мне пэт коте и они обнаружили у меня подозрение на коронавирус 35 процентов поражения легких где они отправили меня домой позвонили в поликлинику чтобы мне взяли тест вот получается домой приехала тест взяли естественно я сижу дома то есть никуда не хожу две недели мы обрабатываемся дома мама приезжает работы где-то я там чё-то ну мама мне все обрабатывает у нас все чисто все там вообще все замечательно я врачу снова отправляю он говорит я вижу прогресс то есть вообще все хорошо надя давай в том же духе все будет замечательно хорошо это был конец ноября и то есть в декабре начинаю ходить на перевязки снова к врачу где уже в середине наверно декабря чувствую что у меня что-то пошло не то с ногой то есть пошли какие-то выделения пошел какой-то запах то есть что-то не то где я звоню врачу в обниск отправляю фотографии он первым делом справа где делаешь перевязки я говорю в больнице он говорит хорошо идешь в больницу говори что тебе там надо все зачистить все убрать чтобы ну не было там заражения чтобы все было хорошо я говорю ладно прихожу в больницу говорю врачу что так и так посоветовалась врачом он сказал что надо все зачистить где этот врач отвечает если мы сейчас все зачистим будет большой процент попадания инфекции то есть будет все голо чисто и то есть можем занести инфекцию я говорю ну ладно раз ну вы видите тут горит как грит с живыми глазами мало ли что на фотографии может быть ну все мне все хуже и хуже то есть никакого улучшения нету и снова получается это было в конце декабря и в январе 3 6 января мне только врач здесь зачистил эту рану где 8 числа 8 января мне звонит врач собницка спрашиваю где фотографии что где потерялась что у тебя там происходит я вам отправляю фотографии он тут же мне перезвонит и говорит на это надо прощаться прощаться с ногой и говорит все то есть ничего хорошего там уже нет попала инфекция она видать как-то идет там по протезу там какая-то сеточка не на какую-то у них светом термина скажем он говорит ну здесь уже все то есть только ампутация